Всем привет! Знаете, в детстве я была очень активным ребёнком, а таких как я говорили, да у неё шило в попе. Да-да, точно. Я любила лазить по деревьям, съезжать с самых высоких горок. Всё мне хотелось залезть повыше, ближе к облакам. Но и притяжение к земле у меня, наверное, было больше, чем у других, ведь я частенько падала. Очень часто, вот прям на ровном месте, и поэтому с зелёнкой и йодом я была очень близко знакома, ну прям такие себе лучшие друзья. А ещё из-за моих полётов частенько рвалась одежда, и мама пришивала мне на штанишки прикольные заплатки, сердечки, там цветочки. У кого в детстве были такие же, ставьте лайк. Но кроме обычных царапин и синяков, у меня были травмы и посерьёзнее. Переломы. Первым пострадал мой нос. Было это в детском саду. Ситуация вполне обычная. Лобовое столкновение с мальчиком Андрюшкой. Кто из нас превысил скорость и не включил поворотник, уже установить не удастся. И как результат, поход на рентген. Следующая неприятная история произошла уже в третьем классе. Я назвала её бриллиантовая рука. Конечно, брюликов там не было, но я всем так и говорила. В какой-то степени так оно и было. Подскользнулась на горке и упала прямо на левую руку. Эх, хорошо, что я правша. И гипс не мешал мне и дальше жить и радоваться жизни. Зато вот когда я сломала ногу, это было ужасно. Нет-нет, не пугайтесь. Ничего страшного не произошло. Всего лишь трещина. Но ногу мне перебинтовали всю. И я не могла бегать, прыгать и играть. Это было ужасно скучно. И почти целый месяц моей жизни я провела вот так. Ну, иногда ещё и так. Тара-та-та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Так что лучше вообще не болеть, чего вам и желаю. И если ваши руки сейчас не в гипсе, быстренько жмите на подписку. И на колокольчик не забудьте тыкнуть. До встречи, ребята. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok